Зигмунд Фрейд однажды сказал, что психическое здоровье – это когда человек может любить, работать и получать удовольствие. Ну что ж, вполне возможно. Но совершенно точно, что между психическим и физическим здоровьем существует тесная связь. И медики хорошо знают психосоматику многих заболеваний, таких как сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, язва желудка, потому что очень часто все они возникают от нервных потрясений. Вот об этом мы поговорим сегодня, во Всемирный день психического здоровья. Программа выходит при поддержке Министерства здравоохранения Самарской области, Самарской областной ассоциации врачей и информационной поддержки журнала «Личный врач». Итак, это программа «Звоните доктору». Меня зовут Инесса Панченко. А на мои и ваши вопросы сегодня будет в студии отвечать Дарья Смирнова, врач-психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук, доцент, а еще и официальный представитель Европейской ассоциации по изучению депрессии. Здравствуйте, дорогая Инесса, дорогие слушатели. Буду рада сегодня поговорить на важную тему психического здоровья. Тема действительно очень актуальна и интересует, наверное, каждого, без преувеличения. Мы работаем в прямом эфире, и телефон нашей студии 202-11-22. Можно позвонить для того, чтобы задать вопросы доктору. Итак, как я уже сказала, сегодня Всемирный день психического здоровья, и вот в этом году его тема «Как сделать психическое здоровье и благополучие глобальным приоритетом». Вот что меня зацепило в этом названии – это психическое здоровье и психическое благополучие. Разве это не одно и то же? Совершенно верно. Очень интересный такой аспект. Вы здесь отметили, Инесса. Да, есть разница, есть разница в этом понимании, если, вот как сегодня вы уже даже упомянули в начале передачи, есть понимание здоровья, есть понимание здоровья, которое описывает Всемирная организация здравоохранения. И если близко к тексту, это не только отсутствие болезней, физических недостатков, но и состояние благополучия и хорошего качества жизни, и функционирования, полноценного функционирования человека. И когда мы говорим о психическом здоровье, в частности, то есть не только о здоровье, мы также говорим, что это не только отсутствие психических болезней или аномалий. А чем отличаются психические болезни от аномалий? То есть психические болезни имеют свою причину. Это может быть генетическая предиспозиция, это могут быть факторы стресса, имеют свой патогенез, то есть механизмы развития, имеют свой исход, это может быть выздоровление или хроническое течение. А аномалии – это результаты болезни, то есть как шестой палец на руке, который может и мешать, и не мешать, но это ненормально, и с этим приходится жить и адаптироваться. А также здесь в психике, например, это может быть расстройство личности, может служить таким примером аномалии. А вот психическое благополучие – то есть это состояние не только отсутствия вот этих психических болезней или аномалий, но и состояние, может быть, даже счастья, о котором мы сегодня тоже вы говорили, упоминали. Это состояние функционирования в социальной среде, на работе, в семейной среде, в личных контактах, и вот это состояние психологического, душевного комфорта. Вот что такое психическое благополучие. Еще называется по-английски, да, вот этот термин «mental well-being» – благополучие, в отличие от «mental health» – психическое здоровье, то есть «mental well-being» – благополучие. Более такое, да, понятие широкое, которое включает в себя и психическое здоровье, и комфорт душевный, и баланс душевный, и вот это вот состояние удовлетворенности сегодняшним днем и получение удовольствия, возможность получать удовольствие от текущего дня событий, коммуникации, все, что может этот день нам дать. Ну вот смотрите, раз уж все-таки создана целая ассоциация по изучению депрессии, это, наверное, в первую очередь говорит об актуальности этого заболевания и, наверное, все большего количества людей, которого это касается. А кроме вот депрессивных расстройств, что на сегодняшний день больше всего беспокоит психиатров, я имею в виду, какие из заболеваний? Да, замечательный вопрос, Инесса, большое спасибо. И, конечно же, депрессия выходит сейчас на первое место, и когда мы как-то говорили о влиянии пандемии ковид, мы говорили о том, что депрессия приросла в своих показателей распространенности, заболеваемости практически в три раза за время пандемии. Если раньше на первый план, на первое место занимали заболевания сердечно-сосудистой системы, и показатели депрессии только начинали прирастать, то сейчас они перегнали уже распространенность сердечно-сосудистых заболеваний и вышли на первое место. Практически в три раза во время пандемии ковид с 6 до 17 процентов выросла распространенность депрессии во всем мире. Это было большое исследование, более 40 стран у нас вот, но включало 17,6 процента. То есть получился такой показатель более 55 тысяч респондентов, и вот такие большие цифры. Ну, конечно же, это не только депрессия, но и другие аффективные расстройства, аффективные, аффект в переводе означает эмоции, то есть расстройства, связанные с эмоциями, как стресс-индуцированные, так и генетически обусловленные. Сейчас беспокоит, конечно, прирост тревоги, тревожных расстройств, очень много смешанных, тревожно-депрессивных состояний, очень много панических расстройств, очень много молодых людей обращаются с вот этими паническими атаками, которые они переживают в самых разных ситуациях. Это может быть и полет в самолете, это могут быть ситуации рабочие какие-то на фоне стресса, на фоне перенапряжения, это могут быть семейные ситуации, дома могут переживать. Причем панические атаки – это такие приступы, которые сопровождаются не только выраженной тревогой, невозможностью совладать со своими эмоциями, страхом смерти, страхом, что тебе не окажут сейчас помощь, что ты потеряешь контроль над реальностью, но и соматовегетативной симптоматикой, то есть такой симптоматикой, идущей от тела. Учащенное сердцебиение. Учащенное сердцебиение. Это может быть повышенное давление. То есть молодые люди без соматических заболеваний жалуются на повышение давления до цифр систолического давления 240. И они обращаются к врачам-кардиологам, к терапевтам. Некоторые даже приходят уже с назначением гипотензивных препаратов. И когда начинаешь разбираться в этом клиническом случае, оказывается, что это тревожное расстройство. То есть это наше, это проблема ментального, как сейчас модно говорить, здоровья, психического здоровья. Мы назначаем препараты серотонинергические, то есть это могут быть антидепрессанты, влияющие на серотониновую нейромедиацию, или работаем, если это острая ситуация, только возникшая с помощью методов психотерапии, нейролингвистического программирования, эрекционовского гипноза, других методик. И помогаем пациенту справиться с этим состоянием. То есть тревожные расстройства. Конечно же, актуальными всегда остаются заболевания, такие как биполярное аффективное расстройство. Сейчас вот стало известно, что есть прирост расстройств аутистического спектра у детей и подростков, причем часто это связывают с таким фактором, как зачатие инвитра, то есть экстракорпоральное оплодотворение. То есть детки, которые родились, и родители прибегли к этой процедуре, то есть чаще страдают этим расстройством. То есть да, вот уже через сколько лет вот эти последствия? Эти последствия. То есть, конечно, когда мы вмешиваемся, с одной стороны, медицина развивается, с одной стороны, мы лечим, с одной стороны, бесплодие, например, гинекологические какие-то проблемы возникающие, мы даем возможности женщине вот это вот счастье материнства, но с другой стороны, могут быть и сложности, могут быть и побочные действия. Так же, как и у всех лекарств. То есть мы должны всегда точно определить, когда мы назначаем лекарства, так же, как и при лечении психических расстройств. То есть где мы должны найти баланс психотерапии, то есть комбинированного метода лечения, комбинировать эти методы интервенции, воздействия лечебного и фармакотерапии, или другие методы терапии, которые сейчас тоже известно применяются в области психиатрии. Поэтому здесь, конечно, мы должны понимать, что это баланс эффективности и безопасности вот этого лечебного процесса с применением различных методов. И всякие последствия, конечно, могут быть у генмодифицированных методов лечения и так далее, и так далее. То есть это нужно понимать. Я хочу для тех, кто опоздал к началу программы, сообщить, что сегодня у нас в студии Дарья Смирнова, врач, психиатр, психотерапевт, и мы говорим сегодня о психическом здоровье человека, которое сегодня оставляет желать лучшего. Не могу не добавить такую ремарку. Недавно социологи опубликовали, вчера буквально нашла, результаты исследований «Ментальное здоровье на работе». Тоже такая актуальная достаточно тема. И в нем приняли участие около 4 тысяч сотрудников различных российских компаний. Так вот, просто хотела с вами обсудить некоторые из результатов этого исследования. Вот в частности, в условиях дефицита кадров многие сотрудники сталкиваются сегодня с переработками и дополнительными нагрузками. И вот это серьезная угроза психическому здоровью, которая приводит к раннему выгоранию, снижению эффективности и в итоге смене работы. Думаю, что с этим вы на сегодняшний день сталкиваетесь, наверное, просто сплошь и рядом. Совершенно верно, Инесса. Действительно, это большая проблема. В общем-то, это давно описанный феномен, феномен эмоционального выгорания. То есть то, что исследовали социологи, это очередное исследование, которое доказывает, показывает, насколько это важно, соблюдать режим труда и отдыха, соблюдать баланс в жизни. Жизнь работает, очень важно, потому что действительно переработки или стресс на работе, или, как сейчас тоже принято говорить, в психологических статьях часто используют этот термин токсичная обстановка на работе, то есть некомфортная, дискомфортная коммуникация в социальной среде на работе. Все это может приводить сначала к неудовлетворенности и далее к развитию так называемого феномена эмоционального выгорания. Недавно мы, кстати, опубликовали статью по феномену эмоционального выгорания, разбирали термин, что он себя включает, и мы проговорили стадии дистресса в этой статье, обсудили, что на самом деле на более ста поздних и более тяжелой выраженности вот этот вот феномен эмоционального выгорания это уже патология психическая, то есть это уже проявление депрессии как таковой, как минимум легкой депрессии или тревожно-депрессивных реакций, то есть если это начинается с феномена неудовлетворенности, усталости, остыни, невозможности сконцентрировать внимание, более того, появляется раздражительность, агрессивность, падает интерес к работе, снижается интерес к работе. Казалось бы, к той любимой, которую ты выбрал, снижается интерес, появляется дискомфорт в коммуникации с коллегами, то есть это все проявление эмоционального выгорания, вот этой вот перегрузки. И если вовремя не попадает в фокус внимания такой человек с эмоциональным выгоранием, дальше, соответственно, к сожалению, это состояние может хронифицироваться, стадии дистресса могут углубиться, усугубиться, и человек переходит уже в состояние психического нездоровья, неблагополучия, то есть уже к диагностике депрессии или тревожного состояния у такого пациента. Это может быть и астеническая, и энергическая депрессия, которая преобладает симптоматика усталости, отсутствие энергии сил, или меланхолическая, тоскливая депрессия, когда все кажется таким ужасным, неблагополучным, человек теряет уверенность в себе, и снижается его самооценка. Это все симптомы депрессии? Ну, а вот, кстати говоря, в продолжении результатов опроса, в целом трое из четырех, то есть целых 73% респондентов, рассказали, что не получают психологической поддержки на работе. Причем здесь, я думаю, что речь идет не только о поддержке коллег, но и о поддержке начальства, наверное, скорее всего. То есть отношения, они же сегодня изменились вообще между людьми? Да, наверное, сейчас отношения стали другими, наверное, сейчас век такой более прагматичный, век технологий, то есть, может быть, человеколюбие и человечность, они немножечко закрываются, перекрываются таким технологическим посылом, и, с одной стороны, это здорово, что развиваются новые технологии, и, с другой стороны, за этим всем все равно стоят люди, которые создают эти технологии, и это очень важно. Конечно, важна поддержка и в коллективе, и со стороны начальства, и со стороны семьи, конечно, чтобы была опора со стороны друзей, то есть человек, существо социальное, поэтому здесь очень важно, и коммуникация помогает. Более того, конечно же, важно, чтобы и в учреждениях, где работает человек, были так называемые комнаты психологической разгрузки. Важно, чтобы в институтах, в учреждениях были психологи, к которым можно обратиться. Причем это... Некоторые пациенты мне рассказывают о том, что иногда это формальная работа в банковской системе. То есть психолог вроде бы и есть. Да, он есть, есть ставка психолога, он сидит, разговаривает, он проводит тесты, но человеку нужно больше, ему нужна помощь, ему нужна поддержка, и не проводится вот эта психологическая коррекция, из-за чего состояние, собственно, да, то есть психолог должен работать неформально, а по-настоящему работать в плане психокоррекции. Вот в Самарском государственном медицинском университете мы также работали над технологиями виртуальной реальности, и в том числе есть такой технологический продукт, который называется Revisite, и мы планировали опробировать его как раз при состоянии эмоционального выгорания. То есть можно отрабатывать как раз именно и с помощью технологий. Туда включаются механизмы биообратной связи, сенсоры, можно работать с дыханием, с дыхательными упражнениями. Ну это вы уже говорите, конечно, о технологиях, которые доступны малому, наверное, количеству компаний, если взять мелкие. Я хочу еще одну сторону этого вопроса проговорить с вами. Вот люди с психическими расстройствами, они же живут в обществе, они рядом с нами, мы их видим. И вот опять-таки по результатам опроса двое из трех сотрудников считают коллег с психическими расстройствами опасными для коллектива. И примерно столько же сталкивались с неадекватным поведением коллег на работе. Я хотела с вами поговорить о стигматизации, о нашем отношении к этим людям. Очень важный вопрос. Вопрос стигматизации, то есть стигма в переводе клеймо. И, конечно, каждый имеет риск, шанс, наверное, все-таки больше риск заболеть психическим расстройством, так же, как и соматическим расстройством. Мы можем подхватить вирусную инфекцию, не дай бог, мы можем заболеть более тяжелым заболеванием и рядом психосоматических заболеваний в условиях стресса на работе, в условиях стресса общественных различных таких явлений, которые сейчас происходят. То есть это может быть и гипертоническая болезнь, бронхиальная астма, и кожные проявления заболевания, нейродермит. Ну и, конечно же, психические расстройства. Это и депрессия, это и тревожные расстройства. И, к сожалению, генетически обусловленные психические расстройства. То есть здесь может быть и шизофрения, и биполярное аффективное расстройство. Это могут быть и начинающиеся когнитивные нарушения, то есть это могут быть вопросы гериатрической психиатрии, то есть деменции, болезнь Альцгеймера, которая тоже может иметь раннее начало в некоторых случаях. Поэтому, конечно же, очень важна толерантность, терпимость по отношению к людям, страдающим психическими расстройствами. Часто даже, когда я разговариваю с своими пациентами, или мы разговариваем со студентами, я говорю им о том, что люди, которые страдают психическими расстройствами, это те же самые люди. Это люди, которые рядом с нами. И каждый из вас когда-то переживал психическое расстройство. Студенты, например, удивляются. Я говорю, ну вот астенический синдром. То есть у вас был грипп, а дальше была астения. Слабость, вялость, раздражительность. Вы говорили своим родственникам, закрой форточку, мне что-то холодно, выключи телевизор очень громко. То есть это была такая гиперстезия, гиперчувствительность к звуку, к свету, к таким внешним стимулам. И это был астенический синдром. А что это такое? Это, по сути, первый такой вариант, этап развития психоорганического синдрома. Мозг был отравлен вирусом. Он функционирует не так. Он выдает вот эту психическую гиперстезию, реакцию. И человек раздражается не потому, что он плохой, не потому, что он опасный, а потому что он болеет, он еще месяц будет переживать астенический синдром. Но если попьет поливитамины или противоастенические препараты, может быть, через 2-3 недели этот астенический синдром пройдет. Поэтому, конечно, нужно понимать, что если человек еще переживает депрессию, находится в коллективе, и депрессия может носить вот этот дисфорический характер с раздражительностью, с агрессивностью, с какими-то вспышками такой злости. Как себя вести? Принятие. Мы должны понимать, что у человека может быть сложная жизненная ситуация. Мы должны понимать, что человек устал. Если мы будем спориться с этим человеком, это только усилит конфликт. Поэтому здесь это вопрос принятия. Мы должны понимать, что мы сострадать. Мы должны понимать, что человеку плохо. Что? Нейтральное отношение. Да, то есть это единственное возможное, в принципе, крайнее отношение. То есть принятие и нейтральное отношение. Можно спросить, нужна ли человеку помощь. Как он себя чувствует, да? Ну, понятно, не в тот самый момент, когда он ругается с тобой. Вот. Если мы говорим, конечно, про тяжелые психические расстройства, тут абсолютное принятие, потому что мы не можем ничего изменить. Есть поломка, да, в дофаминовой системе, например, или есть генетическая поломка. Что мы можем сделать? А ведь люди, страдающие в том числе большими психическими расстройствами, это могут быть высокоинтеллектуальные люди, которые в том числе выдают серьезную интеллектуальную продукцию, технологическую продукцию, получают Нобелевские премии и работают в серьезных коллективах научных. То есть мы должны понимать, что общение с таким человеком просто должно быть аккуратным и принимающим. Дарья, мы очень часто говорим в этой студии о различных заболеваниях и, к сожалению, очень часто говорим о неизлечимости их, но о возможности компенсировать и как-то комфортно достаточно жить с ними. Так вот, о психических расстройствах. Вообще появляются ли сейчас какие-то новые методы терапии, новые подходы к лечению? И коль скоро это уж проблема не только нашей страны, а всего мира, то, наверное, ученые всего мира работают над этими методами. То есть это не нужно понимать, как раньше, что ты пришел к психиатру, тебя уложили в закрытую клинику за забор и все, закончилось. Конечно, да. Были вот эти вот революции в психиатрии, о которых мы рассказываем студентам на лекциях истории развития психиатрии. То есть сначала это меры нестеснения. Филипп Пинель в Париже в клинике Сальпетриер снял оковы с психически больных. То есть до этого больные находились в домах умалишенных. Их лечили, конечно же, не медикаментозным методом. Дальше Зигмунд Фрейд и вот эта революция психоанализа, когда стали относиться к расстройствам, как к душевным заболеваниям. Их можно стали лечить методами психотерапии, психоанализа. Дальше это третья революция, фармакологическая революция, то есть когда появился первый препарат хлорпромазин, пьерденикер и аминозин. Это первый препарат, который стали назначать людям с большими психическими расстройствами. И, наконец-то, люди с шизофренией, страдающие шизофренией, стали выписываться из психиатрических клиник с ремиссией, без переживания вот этой сложной психопатологической симптоматики, такой как галлюцинации, бредовые расстройства, могли адаптироваться в обществе и прожить какое-то время до нового приступа и затем снова госпитализироваться. Но это был большой успех психиатрии. С тех пор, на самом деле, до сих пор идет вот эта эра фармакологического такого развития. И появилось много различных лекарств с меньшим количеством побочных эффектов, более безопасных, более эффективных для купирования тех или иных симптомов психических расстройств. Но к чему мы движемся, наверное, хотя эта эра еще не обозначена, эта революция еще в психиатрии, в науке, в дисциплине клинической не состоялась, это технологическая эра, эротехнологического такого прогресса, когда появляются новые немедикаментозные методы терапии, такие как транскраниальная магнитная стимуляция, и вот уже в Самаре активно появляются в нашем центре. Это хорошее такое очень оборудование, прибор, был закуплен три года назад. Сейчас закупаются аппараты транскраниальной магнитной стимуляции уже в учреждения здравоохранения, что позволяет метод транскраниальной магнитной стимуляции неинвазивно, то есть стимулировать кору головного мозга, определенные ее зоны. То есть это можно сделать с навигацией, с помощью метода МРТ, то есть если мы имеем картину головного мозга, МРТ-диск, магнитно-резонансная томография, картина головного мозга, мы можем сфокусировать воздействие транскраниальной магнитной стимуляции или, как правильно называется, ритмическая транскраниальная магнитная стимуляция на определенную зону мозга. Если это депрессия, то это дорсолатеральная перифронтальная кора, как это известно. Бывают высокочастотные, низкочастотные протоколы магнитной стимуляции. С помощью транскраниальной магнитной стимуляции Также лечатся расстройства, такие как неврознавязчивое состояние, абсцессивно-компульсивное расстройство, тревожное расстройство. Более того, сейчас применяется РТМС, транскраниальная магнитная стимуляция при лечении болезни Альцгеймера и лечении когнитивных расстройств и в гериатрической такой психиатрии, психиатрии пожилого возраста. То есть есть лечение даже бредовых галлюцинаторных расстройств, но тогда это будет уже другая зона стимуляции. То есть не нужно пить таблетки, которых многие боятся, а существует такой новый метод лечения появился? Да, существует такой новый метод, но я бы не сказала, что мы можем отказаться полностью от фармакотерапии. Но в чем плюс? Мы можем действительно снизить дозировки препаратов и комбинировать с методом транскраниальной магнитной стимуляции. Это позволяет снизить число и выраженность побочных эффектов, которые, например, могут быть у людей с непереносимостью лекарственных средств, но которые они вынуждены принимать для того, чтобы купировать вот эти вот симптомы такого психического неблагополучия. А метод транскраниальной магнитной стимуляции позволяет снизить эти побочные эффекты, то есть повысить качество жизни пациента. И это, конечно, не только этот метод. Есть и методы сейчас виртуальной реальности, дополненной реальности. И в нашей стране это развитие только, в общем-то, начинается. Хотя, если мы говорим о мировых тенденциях, мы можем говорить о Великобритании, об австралийском центре, о американском центре, о некоторых европейских центрах, где активно применяется метод виртуальной и дополненной реальности для лечения разных расстройств. Это не только, в том числе, когнитивных, например, расстройств. Может быть, заложен когнитивный тренинг или посттравматическое стрессовое расстройство, что особенно сейчас актуально. Дарья, если сейчас вы мне скажете, что для того, чтобы уберечь себя от таких заболеваний, нужно вести здоровый образ жизни, больше гулять, не нервничать, то, в общем, все дружно, наверное, размеются по ту сторону экрана. Но, поскольку осталось нам уже почти только попрощаться, вот прямо пару слов, все-таки очень хочется каких-то рекомендаций. Инесса, я, конечно, все-таки, пусть рассмеются, это тоже будет психотерапия, наши дорогие гости, потому что все-таки, да, нужно действительно соблюдать режим отдыха, да, сна. То есть очень важно спать. Для мозга очень важно это продолжительный, качественный сон. Редактор субтитров А.Семкин